Синоптики подвели. В этом году отопительный сезон завершили в устойчивый плюс, но это не спасло саровчан от холода в квартирах. По словам специалистов администрации, прежде чем отключить тепло в городе, они ждали долгосрочный прогноз на две недели. Он был типично майским. Метеорологи обещали тепло. Хочу обратить внимание, что отопительный период этого года был окончен 25 апреля, когда 12 суток подряд, среднесуточная была выше 8 градусов. При этом тоже было очень много обращений в соцсетях, что почему жарко и тупо. Спустя всего несколько дней после завершения отопительного периода в Сарове в Центральную Россию пришли аномальные холода. Температура ночью уходила в минус, да и днем воздух прогревался не выше 1-2 градусов. Начиная с 6 мая на администрацию обрушился шквал звонков с требованиями вернуть тепло в дома горожан. И 8 мая глава Сарова подписал постановление о возобновлении отопительного сезона. Однако многие саровчане продолжали мерзнуть в своих квартирах. У многих управляющих компаний возникли сложности с подачей тепла. Так как многие тепловые узлы были разобраны, сотрудники нужно понимать. Это если бы, например, были обычные выходные, то сотрудники находились бы в городе. А, значит, это были праздничные дни, да, и многие сотрудники уже уехали из города. И на протяжении там выходных и праздничных дней все управляющие компании в, грубо говоря, там, по возможности, которые у них имелось максимально, они пытались, значит, подать тепло в жилые дома. Как пояснил Денис Щербуха, после официального окончания отопительного сезона управляющие компании начали регламентные работы по отладке внутридомовых тепловых узлов. На магистральных сетях работы начали ресурсоснабжающие организации. Поэтому вернуть тепло в момент не представлялось возможным. К тому же даже в плановые периоды на подключении города к теплу отводится до двух недель. «Открытие заслонок в домах, чтобы подалось тепло, это не означает, что все батареи сразу в доме становятся теплыми, да, потому что есть завоздушенные там стояки, трассы и тому подобное. И поэтому, открыв заслонку, значит, и теплоноситель, когда пошел в дом, это не означает, что он нагреет все батареи». Трудоемкость процесса наложилась на праздничные выходные и отсутствие людей, поэтому тепла в домах саровчанам пришлось ждать долго, а некоторые его так и не дождались. Чтобы подобная ситуация не повторилась, в будущем Денис Щербуха предложил пересмотреть сроки отопительного сезона. Завершать его позже, начинать раньше. Сейчас тепло отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток держится выше 8 градусов. Подключают, когда этот показатель в течение пяти суток ниже 8 градусов. «По дате начала и окончания отопительного периода. Мы очень много ведем переговоры с тепло-сетевой компанией. У нас очень серьезные проходят ремонтные компании для того, чтобы отопительный период прошел штатный. После гидравлических испытаний мы все тоже это прекрасно понимаем. И сегодня, в общем-то, из-за того, что мы сейчас продляемся на 2-3 недели, мы, собственно говоря, будем пересматривать возможные сроки плановых ремонтов. Войдем только в аварийный ремонт, что может ухудшить ситуацию со стабильностью прохождения очередного отопительного периода». Эту позицию поддержали и представители ресурсоснабжающих компаний, отметив, что ситуация с повторным запуском тепла сложилась в Сарове впервые. Если бы она выпала на будни, а не на праздники, решить вопрос удалось бы быстрее. Поэтому нет смысла сдвигать рамки отопительного периода. Достаточно предусмотреть меры на случай возможных природных аномалий. «Нужно перед такими праздниками, если на самом деле есть такая тенденция к похолоданию, может быть, нам с персоналом вопрос решать и организовывать, как мы всегда делаем праздники, дежурство. И сделать таким образом, чтобы максимальное количество людей у нас было доступно на случай такой порс-мажорной ситуации». Завершат отопительный сезон в Сарове с возвращением теплой погоды. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.